Доброе утро! Учиться нужно всегда, поэтому я сегодня еду на обучение у Веры Олиниевой и Виталия Рулёва. Мы сегодня будем учиться делать импромт-вью-спичес, только уже на русском языке. И это очень прикольно, потому что ты должен быстро ориентироваться, быстро придумывать темы, которые ты можешь раскрыть в данной ситуации, когда тебе задают какой-то вопрос, да, и ты должен быстро сориентироваться. В общем, учиться это очень клево, и это, наверное, такая пожизненная привычка. Поэтому всем хорошего, продуктивного дня, субботы, пускай она пройдет с пользой. Ну, а я, конечно же, сегодня узнаю много нового интересного. На сегодня пятичасовой мастер-класс, и я думаю, что это будет мега-мега классно, как будто интересно. Ну, все, пока! Долгий путь, долгий путь, но не домой. Потому как меня там ждала моя кучерявая дверь, которую я не помню перед выходом. Ну, я поехал в русский язык, когда на столе тарелка что делает? Стоит. Лежит. Лежит, да. Но если ее... Ну, если положить в сковородку, то сковородка будет стоять. А если... А птичка, да, казалось бы, она сидит на дереве. Она же не сидит на ногах. То есть она стоит на ногах. Но если ей сделать чучело и поставить его, то оно будет стоять. А оно не будет сидеть. Это все так же с тарелкой, которая лежит в раковине. Он стоит где-то в другом месте. Да. Ну что, ребята, давайте будем садиться. Спасибо. Кто желает. Вот я режу, что Алена желает. Пошли. Пожалуйста. Как ты там говорила с маленьким пальчиком? Вот так. Дело в том, что это была ситуация, которая произошла 25 лет назад. Как? В тот момент произошла ситуация, когда я просто не могла дать нормальное место приживания для своего ребенка. И мы договорились с детдомом о том, что они месяц будут его передерживать. Для меня это была настоящая трагедия. Это было настолько сложно. Вы что, не понимали, что они отдадут? Отдадут. И мы договорились заранее. Это все было проговорено. Каждая мать. Кто у нас здесь есть мать? Вы представляете, что такое оторвать от своей души свою кровинку? А как же вы эту кровинку завели, если вы знали, что у него негде жить? Я знала, что у меня есть ребенок, которого я люблю, который долгожданный. Так жить же негде. Но есть ситуация, когда у вас есть военные полевые условия. Помните, как было во время войны? Родители должны были бросать своих детей, а я же украла деньги, чтобы спасти. Вы же украли миллион, у вас были деньги. Почему? Дело в том, что это было обвинение со стороны правительства. Именно из-за этого мне пришлось скрываться. И для того, чтобы ребенка обеспечить безопасностью, мне пришлось его спрятать там. Дело в том, что это было. Замязатьте! Как оно было? Как оно было? Ну, нормально, тема не сложная. Знакомая. Всем, у тебя есть минута. Боже, когда я зашла в эту аудиторию и видела эти ноги, ну все, на что я могу смотреть, это вот эти тонкие, красивые ноги. Они восхитительные. Потому что люди работают с вами только через контакт. Не лгите никогда. Не надо вот этих восторженных, боже, ваша красота сравнится только с зарей, которая встает над северным склоном горы Тяньшань. Человек сидит и думает, боже, какая ротина, ужас какой. Но если вы делаете компонент искренний, тот, который реально, человек работал над этим, и вы указываете на то, что вы заметили.